Друзья, добрый вечер. Добро пожаловать в Victoria Red Fox. Встречайте, Сергей Кафанов. Ну что ж, очень рад видеть, что опаздывающий еще подтягиваться. Есть места в первом ряду, пожалуйста, можно присесть к Петру, который самый смелый оказался в этом зале, да, и занял ключевое место. Ну что ж, еще раз, меня зовут Сергей Кафанов, и я альпинист. Давайте с вами немножко познакомимся. Есть в зале люди, которые вообще про меня не знают? Отлично, супер, 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 отлично. Значит, маркетинговые каналы работают, в задних рядах тоже вижу руку. А есть люди, которые, которые, не знаю, были, например, на Эльбрусе? Есть, так, альпинисты есть. А есть люди, которые планируют в следующем году поехать в горы? Есть такие, есть такие в этом зале. А есть люди, которые работают горными гидами или хотели им стать? Два, три, вижу, четыре. Есть люди, которые руководят командами у себя на работе. Отлично, спасибо. Я на самом деле очень рад, что у нас сегодня такая разносторонняя публика и такая большая аудитория, потому что то, о чем я буду сегодня говорить, так или иначе касается каждого, кто сегодня присутствует в этом зале. Тема моего всего сегодняшнего выступления звучит, как у каждого свой эгрест. И это действительно так. Да, и это действительно так. Далеко не каждому выпадает шанс подняться на высочайшую вершину нашей планеты, но у каждого из нас есть внутри своя вершина, которая требует от нас и железной мотивации, и слаженной командной работы, и приложения сверхусилий, и адаптации к изменениям. Горы занимают значительную часть моей жизни. Мои практики бывали периоды, когда на протяжении года я только два месяца проводил дома, а все остальное время совершал восхождение в различных уголках нашей планеты. При этом я делал это не только как горный гид и как спортсмен, я это делал так же, как и организатор высотных экспедиций. Мои команды совершали восхождение в горах Антарктиды, Аляске, Папуа-Новой Гвинеи и, конечно же, в Гималаях. Каждая такая экспедиция предъявляет к их лидеру очень высокие требования к компетенциям в области построения команд и управления командами, потому что каждая такая поездка это большой сложный проект со своими рисками, со своими непределенностями. И я осмелюсь предположить, что раз я успешно этим занимаюсь вот уже 25 лет, то я думаю, что я делаю это правильно и делаю это хорошо. В какой-то момент я начал переносить этот опыт из спорта и альпинизма на жизнь и на бизнес. И сегодня я бы хотел вам рассказать несколько историй, а также вынесенных из них уроков, которые, как я надеюсь, вы пропустите через себя и которые вам помогут, может быть, немножко по-другому взглянуть на ваши рабочие, может быть, даже и жизненные ситуации. Ведь не секрет, что переживая опыт других людей, пускай даже и в абсолютно несмежных с вашим родом деятельности областях, вы тем самым раздвигаете свои горизонты и начинайте по-другому, с другой точки зрения, с другой перспективы смотреть на происходящие события. Как ни странно, альпинизм не является тем видом спорта, который активно освещается в средствах массовой информации. В нашем виде спорта нет тех толп кричащих болельщиков или тех болельщиков, которые затаит дыхание, прилинув дома к экрану телевизоров, с нетерпением ждут финального рыбка спортсменов к вершине. Нет. Вся борьба на пути к вершине происходит внутри тебя. И никто, кроме тебя и тех людей, вместе с которыми ты идешь на вершину этой борьбы не видит и не ощущает. Над нами не кружат вертолеты со спасателями, потому что вертолеты просто не могут подняться на такую высоту. И в нашем виде спорта нет той борьбы за сотые доли секунды, которая есть, к примеру, в соревнованиях у биатлонистов или по легкой атлетике у спринтеров. В альпинизме успех экспедиции целиком и полностью зависит от того, насколько слаженно действует вся команда. Так вот, я бы вам хотел сегодня рассказать одну историю, которая произошла со мной во время одного из моих восхождений на Эвересты, которая очень наглядно показывает, во что может в горах обернуться плохая командная работа. Для начала вам немножко расскажу о том, что же из себя представляет восхождение на высочайшей вершине нашей планеты. Сам Эверест, как я уверен, многие из вас знают, он располагается на границе двух государств Непала и Тибета в горной системе, которая называется Гималайя. Точно измерить высоту Эвереста до сих пор не удавалось никому. Дело тут даже не в точности измерительных приборов или в том, что у каждой страны есть свой подход к определению такого понятия, как высота над уровнем моря. Дело тут в том, что вершина Эвереста целиком и полностью скрыта под снежной шапкой толщина, которая меняется в пределах нескольких метров не только от года к году, но и бывает, что от месяца к месяцу. Именно поэтому те страны, на территории которых расположен Эверест, решили просто зафиксировать в своих справочниках ту высоту, которую они измерили на какой-то определенный момент времени. Но так получилось, что Непал и Тибет забыли договориться об этом не только друг с другом. Они забыли договориться об этом со всем остальным миром. Высота Эвереста, которую вы найдете на многих старых географических картах или книгах, равняется 8850 метров. При этом те альпинисты, которые поднимаются на Эверест со стороны Непала, видят с их сертификатов запись 8848 метров. А те альпинисты, которые поднимаются на Эверест со стороны Тибета, видят запись 8844 метров. Целых четыре метра разницы между Непалом и Тибетом и еще больше между ними и старыми географическими картами. Но как бы то ни было, Эверест был и остается высочайшей вершиной нашей планеты. Экспедиция на Эверест занимает около двух месяцев, но это вовсе не означает, что на протяжении всех 60 дней альпинисты непрерывно идут вверх по маршруту. Нет. На самом деле за это время альпинисты осуществляют достаточно большое количество выходов вверх в высокогорную зону с последующим спуском и отдыхом внизу, постепенно, постепенно набирая таким образом высоту и приучая свой организм к высоте. Этот процесс носит название акклиматизация. Дело в том, что на вершине Эвереста кислорода в три раза меньше, чем у нас сейчас в нашем зале. Атмосферное давление в разы отличается от нормального, а температура зачастую опускается до минус 50 градусов Цельсия. И нашему организму для того, чтобы привыкнуть к этим новым экстремальным для него условиям, требуется достаточно много времени. Ведь в самом деле, если представить, то вершина Эвереста фактически находится на той же высоте, где летают самолеты. И для того, чтобы вы могли себе более живо и красочно представить, что же ожидает альпиниста, поднявшегося на вершину Эвереста, то вы можете представить себе себя самого, стоящего на крыле летающего самолета. Все эти экстремальные условия вызывают в нашем организме ряд, к счастью, обратимых изменений. К примеру, кислородная недостаточность вынуждает наши кроветворные органы, такие как печень, селезенка, вырабатывать кровь с большим количеством красных кровяных телец, эритроцитов. Дело в том, что именно эритроциты отвечают за транспорт кислорода по нашему организму, именно за счет увеличения их количества, наши кроветворные органы стремятся помочь нам усваивать как можно больше драгоценного кислорода из окружающего воздуха. Но большое количество эритроцитов в крови имеет и сторонний эффект. Наша кровь становится более густой. На сердечную мышцу ложится дополнительная нагрузка, ему становится сложнее прокачивать эту кровь по организму. До тонких сосудов, которые находятся, к примеру, в кончиках пальцев кровь порой вообще перестает поступать. Это, конечно же, чревато риском сильнейших обморожений. Вообще, выше 5000 метров у альпинистов перестают расти волосы, перестают расти ногти. И постепенно в нашем желудке начинают умирать пищеварительные бактерии, потому что бактерии, как ни странно, они тоже питаются кислородом. Вообще, вот представьте, сколько изменений происходит в организме у альпинистов в очень сжатые сроки времени. Фактически, организм стремится обеспечить энергией только самой критически важной для него системы. И я думаю, что многие из вас себя почувствовали немножко альпинистами, когда два года назад нам всем пришлось привыкать к новым реалиям, к новым процессам, к новым условиям жизни фактически, когда коронавирус вверг всю нашу планету в состояние перманентного хаоса. Но как и с акклиматизацией, как и с привыканием к высоте, мы справляемся с этими новыми условиями за счет зачастую болезненного даже вот этого процесса привыкания, так и сейчас мир постепенно адаптируется уже к этим новым процессам и начинает, скажем так, возвращаться, ну хотя бы не на прошлые позиции, но на похожие к ним составляющие. Знаете, какой самый действенный способ в горах для привыкания к высоте? Тяжелая физическая работа. Именно так. В большой альпинистской экспедиции всегда можно начать, чем сейчас занять. Можно выровнять площадку под палатку, можно помочь товарищам приготовить ужин, можно выстроить стену из камней или снега для укрытия от ветра, и потом эту стену каждый день шлифовать. И когда вы работаете, действительно, ваши мышцы наполняются кровью, ваши легкие совершают более глубокие вдохи, и тем самым вы помогаете своему организму усваивать как можно больше кислорода. Хотя на самом деле, вот максимум, что ему хочется сделать, когда вы привыкаете к высоте, когда у вас процесс инклиматизации, когда у вас постоянно болит голова, тошнит, очень холодно, то на самом деле максимум, что хочется сделать, это залезть в спальный мешок и лежать там, свернувшись калочкой. Но этот вариант точно не работает. И вот тяжелая физическая работа – это действительно тот инструмент, который в горах помогает адаптироваться к новым условиям. Я заметил, что этот способ работает не только в части физической деятельности, но и в части умственных нагрузок тоже. Возможно, некоторым хотелось во время самоизоляции просто лежать дома на диване перед экраном телевизора, но гораздо быстрее адаптировались к новым условиям те, кто постоянно занимал свой мозг активной умственной деятельностью. Именно у них было гораздо больше шансов для удачного старта, когда ограничения начали постепенно ослабевать. Я вам еще не сказал, что за счет высокой вязкости в крови у альпинистов резко увеличивается возможность такого заболевания, как тромбофлебит. И спасти человека, у которого оторвался тромб на склонах Эвереста, спасти практически невозможно, потому что просто даже для того, чтобы доставить его со склона в горы в более-менее приличный госпиталь, гембель в Катманду или в Хасу, требуется несколько суток. Вообще спасти человека на Эвересте неимоверно сложно. И зону, которая находится выше 8000 метров, средняя скорость альпинистов передвижения в этой зоне составляет 2, но, может быть, порой 3 шага в минуту. А максимальный груз, который альпинисты несут в своих рюкзаках, он, как правило, не превышает 10 килограммов. И это в основном, конечно же, баллоны с искусственным кислородом. При этом искусственный кислород он не спасает, он лишь немножко снижает для организма ощущение высоты. Опытные альпинисты говорят, что даже ты, когда во время восхождения на Эверест дышишь кислородом на полную мощность, да, это 4 литра в минуту, то по ощущениям высота снижается для тебя на 2,5 километра. Но так или иначе, Эверест высотой почти 9 километров, то есть для вас эта высота даже с полным расходом кислорода, это выше 7000. Именно поэтому проводить спасательные операции на Эвересте неимоверно сложно. И я даже более того скажу, несмотря на то, что альпинизм, особенно альпинизм, который там имеет истоки от советского и российского альпинизма, и это всегда про командную работу, про команду, на Эвересте эти правила игры не всегда работают. Там, наоборот, даже не принято спасать тех, кто терпит бедствия. Потому что в таком случае погибнуть могут и сами спасатели. И это может быть просто эффект домино. Вы начинаете помогать одному человеку, вам становится плохо, вам выходит на помощь следующая группа, это действительно может быть эффект домино. И поэтому людей, которые не могут передвигаться самостоятельно, как правило, оставляют одних на склоне. Я понимаю, что это дико звучит здесь внизу, но там, наверху, это реальность. Воспринимается всеми как норма вещей. Норма, она тоже бывает разной. Зону выше 8000 метров альпинисты называют между собой красной зоной или зоной смерти. Любой попавший туда альпинист прекрасно осознает, что если вдруг ему станет плохо, если с ним случится беда, то на помощь ему никто не придет. И рассчитывать можно только на себя самого. Наглядным примером этой истории может служить ситуация, которая случилась с американкой Фрэнсис Де Стефано в 1998 году. В тот год Фрэнсис стала первой американской женщиной, которая поднялась на вершину Эвереста без использования искусственного кислорода. Но на спуске вниз Фрэнсис внезапно почувствовала себя плохо. Она спустилась с вершины всего лишь на 100 метров и опустилась на снег, не смогла продолжать движение вниз самостоятельно. Команда Фрэнсис, которая сопровождала ее в этой экспедиции, она провела рядом с ней все оставшееся светлое время суток, стремясь помочь ей спуститься как можно ниже и покинуть красную зону. Но с наступлением темноты им удалось помочь спуститься Фрэнсис еще всего лишь на 100 метров вниз, примерно до отметки 8700, вот где стоит вот этот вот человек. С наступлением темноты, понимая, что если они останутся рядом с ней на всю ночь, то неминуемо погибнут, команда приняла решение оставить ее одну. Они отдали ей весь кислород, который у них был, и ушли вниз в лагерь безопасности. На следующий день вершина Эвереста сштурмовала около 15 экспедиций. И все они проходили мимо ее тела, и никто не мог оказать ей помощь. А у ее команды уже просто не было сил для еще одного выхода в красную зону. Эверест — это такая гора, которая дает тебе один шанс подняться на него. И, как правило, после удачного восхождения нашему организму требуется от двух до трех месяцев, чтобы восполнить ресурсы и осуществить еще один выход в красную зону. Фрэнсис Де Стефано умерла через три дня, ровно на том же самом месте, где ее оставили. За это время мимо нее прошло около 150 человек, и никто не смог оказать ей помощь. В 2007 году я поневоле оказался вовлеченным в ситуацию, похожую на историю с Фрэнсисом. В тот год моя группа и группа итальянских спортсменов совершали восхождение к вершине Вереста практически одновременно. Разница между нашими экспедициями была всего лишь один день. Итальянцы шли впереди, и их было четверо. В их штурмовой день выхода на вершину погода внезапно резко испортилась, и начался сильный снегопад. Итальянцы не дошли до вершины каких-то 50 метров, когда они поняли, что продвижение вверх будет равносильно смерти. Они приняли решение о развороте. Решение о развороте их команда приняла верное, но на спуске вниз их группа совершила грубейшую ошибку, забыв о такой ценности, как командная работа. Им нужно было держаться вместе, но по какой-то причине их связка разорвалась. Двойка более сильных альпинистов ушла вниз, а двойка более слабых отстала и потерялась в непогоне. Одного из пропавших итальянцев так и не нашли, он считается пропавшим без вести. А второму по имени Марко просто фантастически повезло. Каким-то образом ночью, непогоду, он нашел путь к палаткам штурмового лагеря, который был расположен на высоте 8300, но силы оставили его, и он рухнул в снег, не дойдя от палатки 100 метров. Именно в таком состоянии его и нашла уже на следующий день моя команда, когда мы спускались с вершины после нашего успешного восхождения. Поначалу, когда мы обнаружили Марко, он вообще не подобал признаков жизни. Но когда мы подошли поближе, мы увидели, что он все еще дышит, несмотря на то, что кислородная маска у него была сдвинута намок. Вся наша команда была очень сильно измотана после успешного восхождения на вершину, и мы сами с трудом передвигались вниз. Глядя на участников своей команды, я понял, что не имею права рисковать их жизнями, вовлекая в спасательную операцию, поэтому я принял решение отправить их всех вниз в безопасность, а сам подхватил Марко подмышки и волоком дотащил до своей палатки. Как помочь человеку, который провел ноти без кислорода на высоте выше 8000 метров? Первым делом в таких случаях нужно сделать такому человеку инъекцию специального препарата, который называется дексаметазон. Этот препарат, который резко активизирует всю гормональную систему человека, приводя его на какое-то время в чувство. Сам шприц с препаратом был у меня с собой в аптечке в рюкзаке, но, как назло, сама ампула замерзла, и мне пришлось какое-то время потратить, отогревая ее во рту. После сделанного укола Марко пришел в себя, я напоил его сладким чаем, отдал ему свой кислород, и мы с ним предприняли попытку спуска вниз, стремясь как можно быстрее покинуть красную зону. Но, несмотря на сделанный ему укол, идти Марко все равно не мог. Он постоянно ложился на снег. Я попробовал поднять его и понести на себе, но у меня просто не получилось это сделать, потому что во всем своем снаряжении Марко весил, наверное, более 100 килограммов. Поэтому я просто положил Марко на снег, схватил его за ноги и начал волоком тащить его в местах, где это было возможно. Таким образом, я тащил его на себя 9 часов, пока мы с ним не достигли более низкого лагеря на высоте 7700, где нам уже могли оказать помощь другие команды. На тот момент я был настолько измотан, что люди, которые окружали нас, они не понимали, кто из нас с итальянцем кого спасает. У меня часто брали интервью по этому поводу российские, британские, итальянские журналисты. Телеканал Discovery Channel снял об этом событий фильм, и очень часто мне задавали один и тот же похожий вопрос «Как, находясь на такой высоте, где сложно выжить самому, ты умудрился на протяжении 9 часов тащить на себе вниз другого абсолютно незнакомого тебе человека?» Я всегда отвечаю, что в тех сложных, в тех неоднозначных условиях, в которых я находился, я принял такое решение, с которым мне было бы потом не стыдно жить. На этом месте я бы хотел перейти к следующей части нашего мероприятия. Я бы хотел вам сегодня... Да, у нас будет отдельная сессия вопросов. Да, мы точно обязательно вернемся, я от вас не убегу никуда. Не переживайте. Я сегодня хочу представить вашему вниманию свою новую книгу «У каждого свой Эверест». Мои многие друзья говорят, что сейчас самое неудачное время для выхода книги. Но я с ними в корне не согласен. Книга появляется именно в тот момент, когда она нужна и важна. И в этом плане я даже сравниваю ее с рождением ребенка. Вы можете планировать ребенка, но вы никогда с точностью не знаете, в какой момент он родится. И с книгой точно так же. И я лично не знаю ни одного ребенка, который был бы несчастен от того факта, что он родился. Поэтому я думаю, что каждая книга тоже счастлива, когда она появляется на полке. Я работал над этой книгой несколько лет, и что самое ценное в нее вошло, я перебрал весь свой альпинистский бизнес-опыт и включил в эту книгу те ключевые моменты, которые помогали мне принимать верные решения в важные моменты моей жизни. В этой книге много историй про альпинизм, но я написал ее не для альпинистов. Я написал эту книгу для очень широкой аудитории читателей, для собственников бизнеса, для предпринимателей, для государственных деятелей, вообще для всех современных лидеров и зионеров. И в этой книге я... Это не учебник по альпинизму, это не какой-то там технический гайд, это не сборник баек в стиле рассказа бывалого. Эта книга объединена идеей. И в ней я подсвечиваю те моменты, которые помогали мне двигаться и достигать моих целей и моих вершин. Поэтому в этой книге я пишу не только про альпинизм и не только про бизнес. Эта книга, она больше про выбор вашего личного пути. И здесь нет, скажем там, карт маршрутов, да, но есть такая информация, которую вы не найдете в других книгах, которые посвящены альпинизму. Эта книга, и я написал эту книгу для тех, кто хочет изменить свою жизнь. Кто хочет выстроить свой жизненный путь, свою, не знаю, может быть даже траекторию жизни таким образом, чтобы жить в согласии со своими ценностями и при этом двигаясь по этому пути, достигать хороших или даже, не побоюсь этого слова, выдающихся результатов. Как руководитель проектов, как бизнес-тренер, я очень много работаю с командами. Я могу вам ответственно заявить, что если вы не сделали первый шаг в 24 часа, то это с вероятностью 99% говорит о том, что вы этот шаг никогда не сделаете. И поэтому книгу вот эту можно прочитать, она, несмотря на то, что толстая, можно ее прочитать за 2-3 дня. И поэтому, если ваши намерения серьезные, то я рекомендую обратить вам свое внимание на эту книгу. Я думаю, что каждый из нас может вспомнить в своей жизни те моменты, когда он прикладывал все необходимые усилия, все ресурсы для того, чтобы достичь результата, но что-то вот не складывалось. И вы чувствовали себя, не знаю, каким-то альпинистом, который без снаряжения карабкается по ответственности Нелли, или Сизифон, который катит свой камень на вершину, и ничего не получается. При этом иногда бывают такие периоды жизни, когда вы вроде бы ничего не делаете, а все происходит само собой. Вы сами приходите к этому результату. И в этой книге я пишу о том, какие способы мне помогали входить в это состояние потока, который привносит вас к вашему результату. Те люди, которые выбирают свой путь, который резонирует с ними, они точно подтвердят, что каким-то волшебным образом начинает складываться так, что у вас на пути появляются те люди или те события, которые помогают вам достигать результата. И те, кто из вас был в горах, а таких в зале очень много, они точно могут подтвердить, что в горах меняется сознание. И когда вы возвращаетесь из поезда в горы, то вы, по сути, становитесь другим человеком. Меняется та частота, на которой к вам притягиваются события, притягиваются нужные люди. И вы на самом деле меняете реальность, потому что вы начинаете смотреть на ней немножко с другой стороны. Те люди, которые могут сказать, ну зачем бумажный вариант, сейчас уже весь мир перешел в цифровое пространство, везде цифровые трансформации, я куплю электронную версию. Но в чем прелесть бумажной версии? В том, что здесь некоторые главы, они прямо, они сделаны в виде, они сделаны в виде чек-листа. Да, если вы, допустим, готовитесь, здесь есть глава о том, как готовиться к восхождению, да, как готовиться к путешествиям. Если вы, допустим, планируете совершить поездку в горы, и для вас это новое приключение, и вам там есть какие-то неизвестные, то вы можете просто использовать бумажную версию, как некий чек-лист, да, в котором можно галочками ставить те пункты, которые вы уже сделали, да, при подготовке к экспедиции, или там смотреть, что же вас ожидает впереди. Вот, и если у вас нет пиетета там в том, чтобы там рисовать книги ручкой, у меня точно нет возражений, да, вы можете клеить сюда свои закладки, стикеры. И в этой части здесь, ну, здесь есть, скажем так, отдельные главы о том, как, если вы там планируете подняться на 7 вершин, да, здесь отдельная глава посвященная там, какое снаряжение нужно, сколько денег вам нужно для этого. И поэтому, если вы настроены серьезно, если вы относитесь с вниманием к своему делу, к своей миссии, то я рекомендую вам обратить внимание именно на бумажную версию этой книги. Когда я задавал вопрос, есть ли в зале люди, которые управляют командами, и вот было много достаточно рук, я, наверное, могу там сказать очередный факт, что в нашей текущей ситуации, в нашей современной жизни, особенно сейчас, вам приходится на работе принимать жесткие решения. И в этой книге есть история о том, как мне приходилось принимать жесткие решения, поднимая на ноги людей, которые были настолько измотаны, что они просто не хотели идти. И что мне приходилось делать для того, чтобы они вставали и шли, потому что от этого зависели их жизни, и я отвечал за их жизни, как горные гиды, как руководитель проекта или экспедиции. И в этой книге есть описание того, как нужно выстраивать отношения внутри коллектива, как нужно налаживать связи в команде, как нужно находить общий язык с участниками. И на самом деле я считаю, что такую книгу очень полезно иметь у вас в офисе, в свободном доступе, чтобы ваши сотрудники могли взять ее, полистать, почитать. Те, кто уже купил эту книгу, они могут подтвердить, что она очень легко читается, ее очень приятно держать в руках, она притягивает внимание. И у ваших коллег, у ваших сотрудников действительно будет источник того, чтобы они могли понять, как вообще думает руководитель, и как он принимает решения. Чтобы, если вы ждете, например, от своей команды сверхрезультатов, то здесь прямо есть отдельные инструменты, которые описывают, как действовать в сложных и кризисных ситуациях. И это просто для того, чтобы ваши сотрудники немножко подняли свою планочку и начали думать о более большом и более важном. Поэтому бумажная версия, она там спокойно может стоять для вас в офисе. Она действительно сделана так, что она притягивает внимание, ее хочется взять руки, полистать, почитать. И вот действительно ваши сотрудники смогут понять, что же от них действительно требуется в сложных и кризисных проектных ситуациях. Для тех, кто поднимали руки, ребята, кто связал свою жизнь или хочет связать с работой горного гида, здесь есть история о том, как стать успешным горным гидом, как начать зарабатывать больше тысячи долларов в день. Я на своем примере показываю, что нужно для этого предпринять, какие шаги. То есть в этой части каждый успешный горный гид должен быть и маркетологом, и пиарщиком в одном лице. То есть в этом плане вы не сможете зарабатывать деньги, если вы не уделяете этому большого внимания. Я в свое время, когда понял, что я уже не хочу работать с большими группами и водить их там бесконечно на Кельманджаро, на Эльбрус, я решил, что вот с завтрашнего дня я не буду брать проект, если моя зарплата будет меньше тысячи долларов в день. На тот момент зарплата горного гида средняя по России составляла где-то примерно 100 долларов. То есть я, по сути, в 10 раз задрал свою планку. И действительно какое-то время у меня не было клиентов. А потом оказалось, что я нашел такую нишу, где на самом деле есть спрос, но практически нет предложений. Продать себя дорого один раз несложно. Ну, так сошли звезды. Но вот продать себя дорого второй раз другому человеку. Добиться такого, что люди начинают говорить, слушай, ты там на Эрест хочешь? Сходи к Кафанову, он, зараза, дорогой, но он точно того стоит. И вот работа с такими талантливыми, амбициозными людьми, которые ставили перед собой большие цели, задача простраивать для них дорожные карты на несколько лет вперед, чтобы они пришли к результату безопасно, да, это вот и стало, наверное, тем, той мотивацией очередной, да, которая для меня в горах, она тоже менялась, и об этом я пишу в книге. Начинал я в горах, естественно, как спортсмен, да, для меня, как писал Анатолий Букреев, горы были стадионами, где я там добивался результатов, да, обыгрывал другие команды. Потом, когда я стал уже играющим тренером Свердловской области по альпинизму, я начал получать удовольствие от другого, я начал смотреть, как спортсмены под моим руководством достигают более значительных даже результатов, чем я, это отдельный вид мотивации. Потом ко мне стали приходить незнакомые мне люди и говорить, слушай, ты там спортсмена в горах водишь, а своди нас тоже на Эльбрус. И это была другая мотивация, как к человеку, который вообще не имеет никакого отношения к горам, да, рассказать про правила игры, рассказать о том, как нужно себя в горах вести, да, открыть для него этот удивительный феномен природы. И в какой-то момент действительно я понял, что горы для меня – это не снег, не камни, не стадионы. Горы для меня – это в первую очередь люди, которых я там нахожу. И для меня горы, наверное, это больше похоже на некий, скажем так, может быть, фильтр или калибр, который туда плохих людей не пропускает. Ну, то есть плохой человек может попасть в горы, но среда его не примет, она его через какое-то время оттуда вытолкнет. И поэтому горы для меня, наверное, равно люди, которых я там встречаю. И поэтому, говоря о книге, здесь действительно вы найдете ответы на вопросы, как стать успешным в своей области. Если вы ищете проводника или гида для того, чтобы продвигаться по вашему маршруту, то я рекомендую вам обратить внимание на бумажную версию этой книги и не откладывать это решение. Есть еще одна версия книги, которая выздана в коллекционном варианте. Содержание у нее в целом точно такое же, как и в обычном редакционном, который продается в магазинах. Этот вариант в магазинах не продается. Он сделан с большим подходом с точки зрения тканевой обложки, золотого тиснения. Этот подарок, который можно действительно подарить дорогому, важному для вас человеку. И если вы рассматриваете книгу просто для себя, для того, чтобы побыть с ней, получить удовольствие, то вам, конечно, подойдет обычный редакционный вариант. Но если вы смотрите на эту книгу как на то, что могло бы стать частью вашей семейной истории, которую вы могли читать своим детям, чтобы она долго стояла у вас где-то на полке, в шкафу, и люди ваши близкие могли к ней прикоснуться, когда они требовались поддержкой, там, не знаю, к чему-то мужественному, духовному, серьезному, да, то я рекомендую вам обратить свое внимание на коллекционный вариант этой книги. Эту книгу, как я сказал, действительно, если у вас есть дорогой, близкий вам человек, которому вы желаете больших свершений, то эта книга как раз могла бы стать подарком для него. И она могла бы стать, там, допустим, напоминанием, потому что она несет то настроение для ваших детей, чтобы они задумывались о чем-то большем, да, в этом мире. И говоря о том, что сделать подарок, там, дорогому, близкому человеку, этим человеком на самом деле можете быть и вы сами. И поэтому, если вы действительно нацелены на серьезные свершения, если вы хотите идти по вашему пути, по вашему делу, не сворачивая, быть номером один в чем-то, то я вам рекомендую обратить внимание на коллекционный вариант этой книги. На этой ноте я, наверное, готов перейти к сессии вопроса и ответы. У нас есть книга, которая вот в задних рядах, ее можно взять в руки, подержать, покрутить, посмотреть. У нас точно будет время еще на автограф-сессию. Я с удовольствием подпишу для всех желающих их личные экземпляры. Вот. А теперь, пожалуйста, вопросы. Да, первый ряд, поэтому есть право первым. Ваша книга, она больше про бизнес или про мотивацию? Вы знаете, она и про бизнес, и про мотивацию. Но, как я сказал, она больше про... Она больше о том, как попадать вот в тот поток, как я открыл для себя способ попадать в тот поток, который приносит вас к вашим результатам. Эта книга о том, как простроить свой жизненный путь для того, чтобы действительно добиться больших свершений. То есть она и... Там в основном почти все истории про альпинизм. Есть бизнесовые, конечно, темы, есть тема про мотивацию. Каждый в этой книге найдет что-то свое, близкое. Поэтому здесь, наверное, я бы не мог сказать, что она только про бизнес или про мотивацию. И есть отдельная глава о том, как готовиться к горам. Это вот, как я говорю, некий чек-лист. Ну, там нет никакой мотивации. Это больше, наверное, как такой путеводитель и проводник бумажный. Есть истории из бизнеса, которые действительно показывают, какие мне помогали решения в важные моменты моей жизни и как я их принимал. Поэтому здесь я бы сказал, что это действительно достаточно широкий спектр. Я и нацеливал ее на большую аудиторию. Не зря потратил несколько лет для работы над ней. Спасибо за ваш вопрос. Да, пожалуйста. Вы рассказывали о том, что с напарником поднялись решимы на 8 дней. То есть первый вопрос, сколько дней у вас заняло спуск с этой решимы? Вы сказали, что продукт у вас было всего на 8 дней. Чем вы тогда пытались, когда спускали? И еще какой-то вопрос. Я тоже занимаюсь портой, потому что с ней нет. Я понимаю, что когда ты под таких нагрузках, ты у организма берешь кредит. Потом этот кредит ты не сдаваешь. То есть в день человек, наверное, под таких нагрузках, наверное, тратит 5-6 тысяч калорий порядка. А вот сколько возмещается едой, которую забрали с собой, и насколько залезает в кредит, и как потом после этого восстанавливаться. То есть это же тоже для организма сумасшедшая нагрузка. То есть как это влияет на здоровье в дальнейшем? Мы понимаем, что ничего просто так не бывает. Конечно, ничего просто так не бывает. А у нас есть еще микрофон для вопросов из зала, чтобы их всем было слышно? Если есть, то сделайте, пожалуйста. Ну давайте я отвечу на первую часть вопроса. Сколько дней там потребовалось на спуск? Потребовалось два дня. И действительно продуктов на спуск не было. И поэтому мы, скажем так, и залезали вот в этот кредит, для того, чтобы, скажем так, на каких-то, не знаю, других источниках энергии двигаться вниз. И если вы занимаетесь спортом, я не знаю, у вас какие-то цикличные виды спорта, марафон что-то, то вы точно понимаете, что если вы бежите марафон, то где-то там на 35-34 километре у вас начинают уже, там, не гликогены тебя в путь, а жиры прощепляться. Вот это вот второе дыхание, переключение с гликогена на жиры, это болезненный достаточно процесс, да? Почему говорят, что тут открылось второе дыхание, тут умирал, умирал, а тут опять побежал. Те ультрамарафонцы, которые бегают там 50, 70, 100 километров, да, они вам точно расскажут, что сначала ты бежишь на гликогене, потом на жирах, потом на связках, потом на сухожилиях, потом на костях, да? И в этой части действительно тот кредит, в который вы влезаете, да, для того, чтобы восполнить вот запас необходимой энергии для, не знаю, для спуска, для завершения вашей дистанции, это сложно оценить, да? То есть вы сказали там 5-6 тысяч калорий, мы точно с Валерой не ходили в банк, они спрашивали, сколько там у нас кредит остался, да, вот в этот пищевой. Мы точно понимали, что, ну, наверное, можно посчитать обратным счетом, если я там потерял 14 килограммов, да, за 10 дней, то, наверное, где-то полтора килограмма в день можете пересчитать на калории. Вот, вычесть те калории, которые мы потребляли. А так вообще с точки зрения инвестиций, конечно, в себя, для меня это была инвестиция не только там с точки зрения там залезть в банк своих жизненных ресурсов, да, я для того, чтобы поехать в эту экспедицию, сходил в банк и взял там кредит. Притом, конечно, бы ни один кредитный комитет банка не одобрил мне проект настолько венчурный, да, с точки зрения восхождения на жену, но это действительно была инвестиция такая в мою жизнь, да, и я понимал, что это тот способ, который даст мне, скажем так, засветиться на горизонте альпинизма, да, чтобы потом для меня открывались двери там, не знаю, в, ну, скажем так, в другие кабинеты, да, для того, чтобы можно было действительно замахиваться на что-то большее и желать большего. Поэтому здесь, говоря про кредит, не знаю, я считаю, что вообще нужно жить в кредит, потому что это ускоряет твою жизнь с точки зрения достижения результата. Ну, в хорошем этого смысле слова. Я не говорю о том, что нужно сейчас пойти взять кредит в банке и потом его там всю жизнь отдавать, да, ну, вот про кредитование я говорю в хорошем смысле, да, что можно заимствовать те вещи, которые потом вам, может быть, принесут гораздо больше возврата, да, или кэшбэка, чем тот, что вы там позаимствовали. А с точки зрения того, насколько это влияет, там, не знаю, на здоровье, ну, слушайте, точно влияет, да, и, наверное, не знаю, ну, может, сможет у меня хорошая наследственность, но вот мне сейчас там почти уже 45 лет, да, и я в целом, ну, понимаю, что, наверное, уже я не настолько свежто, как раньше, но я точно знаю, что, используя свой опыт, да, накопленный, я точно обыграл бы себя вот того молодого, да, если бы шел, например, на Эверест сейчас. С точки зрения принятия решений, с точки зрения выбора темпа, с точки зрения выстраивания отношений в команде, да, то есть это точно было бы другой я, но более успешно, да, и в этой части вот этот кредит, в который ты залезаешь, он всегда там надо там стараться так, чтобы этот кредит потом тебе вернулся с Торицей. Спасибо за ваш вопрос. Я не сказал, что самый интересный вопрос сегодня получит приз, это как раз будет вот этот вот коллекционный вариант книги с суперобложкой, с тканевой основой, с отзывами Федора Конюхова, да, то есть вот тот, кто задаст самый интересный вопрос, для него будет вот такой приятный сюрприз. Да, следующий вопрос, это я так немножко проинвестировал. Пожалуйста. После какого события вы решили написать книгу? Вы знаете, первая глава этой книги появилась, ну даже не глава, а наброски появились, наверное, лет, лет 15 назад, потому что уже на тот момент мне казалось, что у меня столько историй, которыми точно нужно было поделиться, но если бы эта книга появилась 15 лет назад, то это была бы книга для альпинистов, 100%, или книга для вот как раз жанра рассказа бывалого. Поэтому я очень рад, я говорю, что вот кто-то говорит, что это самое неудачное время сейчас для выхода новых книг, а я считаю, что нет, книга вот она появляется тогда, когда она нужна и когда она важна, и поэтому здесь плотная работа над этой книгой началась, наверное, года три назад, когда я в одном из длительных перелетов просто сел и написал первую главу, которая в итоге стала, она не первая, я где-то там легла в середину этой книги, а плотно я работал над ней именно как раз во время пандемии, когда мы все сидели дома, это как раз время, которое я, скажем так, взял в кредит, позаимствовал для того, чтобы его переложить на бумагу. И в прошлом году у меня родились двойняшки, и это тоже немножечко выбило искали, с точки зрения времени, которое можно было потратить на книгу, и я еще и учился в тот момент, поэтому книга на какой-то момент встала на паузу, и дописывал я ее уже вот в этом году, вот, когда уже понимал, что откладывать дальше уже просто некуда, да, и вот с начала лета этого года, вот мы ее уже согласовывали с издательством, я очень просто придирчив и дотошен с точки зрения вообще всех процессов, вот Петр, который сидит в первом ряду, он точно это подтвердит, вот, мы с ним сегодня как коллеги просто работали вместе, и он знает о том, что есть у меня такая особенность, и поэтому я вникал во все процессы, которые издательство «Эксмо» там пыталось от меня там спрятать, то есть обложку мы согласовывали вот именно для редакционного варианта несколько месяцев, мне вообще не нравилось то, что они рисовали, ну, то есть при этом, что «Эксмо» как издательство номер один в России может там себе позволить выделить и, скажем так, топ-уровень, да, художника, который бы мог нарисовать обложку, мне вообще не нравились концепции, и обложка родилась просто, знаете, уже там через два месяца, когда я уже не знал, ну, что же делать, не нравится ничего, жена у меня просто взяла и как-то вечером на айфоне нарисовала то, что потом стало в итоге эскизом для будущей обложки, ну, то есть вот таким у нас. Да, пожалуйста. Какую фразу вы считаете самую лучшую, которую можно подписать в вашу книгу, вот, которая подойдет всем? Знаете, нет такой фразы, которая подойдет всем, либо она будет очень общей, да, и банальной. Я думаю, что для каждого человека должна быть своя фраза, да, которая, там, помогает вам достигать своей цели. Для меня, например, это, для меня, например, это фраза или слово «еще». Для вас это может быть другое, для третьего человека что-то еще. Поэтому здесь, я там, скажем так, в книге на самом деле все ключевые мысли, они выделены в виде врезок. Да, их достаточно много, я в целом думаю, что многие из этих врезок можно, там, использовать как, скажем так, подходящий для конкретного каждого случая в вашей жизни, там, не знаю, мотиватор или способ для того, чтобы вернуть себя в ресурсное состояние. Спасибо. Да, пожалуйста. Хотел спросить, да, когда шли на фиг, но вы на основе своего опыта и уже, зная, сколько вам еды надо, когда вы планировали, вы учитывали тип питания вашего, то есть, эмоциональный тип питания, тип питания, то есть, когда, в принципе, на эмоциях человек гораздо меньше потребляет. Есть для вас это такое? Я думаю, что мы с Валерой, наверное, все-таки подходили в первую очередь с веса, с точки зрения, сколько это весит. И поэтому, конечно, это были там сублиматы, это были какие-то порошки, какие-то... Ну, то есть, для нас в этом плане, чем больше калорий отдавало еда, чем меньше навесило, это был самый оптимальный вариант. То есть, если бы мы могли взять там толченый медвежий жир или китовый, наверное, мы бы его взяли, но просто его есть было бы в горах невозможно. Вот, поэтому здесь мы не подходили каким-то вот таким образом, с точки зрения, ой, эмоциональное питание, вдруг мы там на нервах все быстренько захотим заесть как-нибудь вечером, да, и у нас ничего не остается, нет. Вы знаете, мы так подошли к этому вопросу. Мы поняли, сколько примерно веса мы можем нести. И вот мы понимали, что вот у нас, наверное, там ложки мюсли хватит на двоих утром. Мы положили 8 ложек мюсли. Мы посчитали, ну, 8 дней можно взять, наверное, 8 энергетических батончиков. Будем их пополам делить. Ну, то есть, мы подходили не с точки зрения даже, там, мы не понимали, то есть, мы даже не понимали, будет ли у нас время приготовить что-то. Да, и в этой части, конечно, мы старались отдавать предпочтение тем продуктам, которые можно было просто там закинуть, да, в топку, и чтобы они сразу отдали энергию. Вот, поэтому я бы не сказал, что у нас был какой-то специальный подход, вот, за исключением того, чтобы это было все-таки, там, в первую очередь вес, а во-вторых, ну, как-то, чтобы хотя бы было более-менее седу. Спасибо. Да, пожалуйста. Я вот читала, что вы в 2007 году с последней эвересте альпинистом. Вот, в принципе, это вообще же очень бедомно сложно, потому что сколько историй, вот, было, когда люди проходили, да, мимо, а умирающие люди не могли помочь. Вот, вы рассказываете, как, ну, поскольку вы ходите, да, такими малыми группами, как мало вы берете с собой, там. И ты как вообще вам это удалось, вот, что вас поддерживало, потому что 9 часов мы готовы сайте тащить человека, это вообще что-то просто за грани. Ну, я думаю, вы просто немножко позже, наверное, присоединились к нам. К сожалению, да. Да, поэтому этому была как раз посвящена большая часть выступления, и вы можете просто в книжке почитать об этом, там есть глава, которая это все описывает. Спасибо за вопрос. Я бы хотела, чтобы вы поделились с нами, когда он становится совсем не в моготу, ну, вот, все, вот так вам уже не ползти, не стоять, не лежать, нечего. Что вы делаете? Я говорю еще. Я говорю еще. Еще? Да. Спасибо. Да. У меня есть очень небольшой вопрос, вот, вопеник, и я думаю, что вопеник, ну, это еще и сменит царазь. То есть, когда в городе, да, цивилизация, для нас свои ценности, ну, это, там, много материальных, качественности, там, деньги, отношения, какие-то, в горах, это сильно упрощается, там, то, ворочай, да, или туда какое-то новое движение. Я практически верю, что у вас тоже есть какие-то подобные места, какие-то, как-то, 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 как-то. В горах претерпевают изменения. Я думаю, что, наоборот, те надуманные ценности, да, которые, там, вам навязывает общество, не знаю, там, социальная среда, они вот как раз в горах отшелушиваются, да, а вот именно корневые ценности, там, любовь, свобода, они, наоборот, остаются и начинают сиять гораздо ярче. То есть в этом плане горы, наверное, это вот действительно та среда, которая с человека сбрасывает все маски, которые он привык носить, скажем так, на равнине. На равнине мы все притворяемся, кто-то родителям, кто-то ребенком, кто-то боссом, кто-то мужем. Вот в горах бесполезно притворяться мужем, и боссом тоже. Поэтому здесь, наверное, вот как раз с точки зрения ценности, я считаю, что наоборот, именно горы, они и подсвечивают те ценности корневые, да, которые в человеке есть. И возвращаясь из гор, действительно, ты, ну, какое-то время у тебя есть запас хода, да, на том, чтобы вот именно на этих ценностях выстраивать свой путь и здесь внизу. Поэтому, наверное, я бы, я бы так ответил на ваш вопрос. Спасибо, да, пожалуйста. Да-да-да. Знаете, здесь очень все зависит от того, в каком контексте вы поднимаетесь на вершину. Если вы поднимаетесь на вершину, как человек, который заплатил в 60 тысяч долларов, несколько лет экономил деньги, готовился к этому восхождению, и вот, наконец-то, урава, на вершине, конечно, у вас одни эмоции. Если вы поднимаетесь на вершину, как горный гид, как руководитель экспедиции, да, то у вас, наверное, в первую очередь на вершине мысли, что, блин, а сам это сложно, еще впереди. Потому что 80% несчастных случаев на Эвересте случаются именно на спуске. На подъеме люди идут заряженные вверх, эмоционально, морально накаченные, а придя на вершину, они просто сдуваются, как воздушные шарики. На Эвересте очень частые примеры, когда люди поднимаются на вершину, делают фотографию, больше оттуда не спускаются, может, у них просто нет сил. И в этой части я, поскольку был на Эвересте оба раза как горный гид, то у меня с первой экспедиции даже нет фотографий с вершины, потому что я был настолько там озабочен тем, чтобы действительно дождаться последнего участника. В том году я провел на вершине, наверное, около трех с половиной часов и был без кислорода, потому что экономил его, да, и вот дожидался последнего участника, чтобы уже с ним спускаться вниз. И когда Шерпы мне сказали, слушай, Сергей, давай мы тебя сфотографируем, на вершине сказал, вы знаете, давайте в другой раз. Вот, они даже как-то так не поняли. А второй раз, когда я был на Эвересте, я тоже поднимался в роли гида, но фотографии есть, потому что моя группа несла на вершину флаг кандидата на проведение Олимпийских зимних игр в Сочи 2014, это был 2007 год. Вот, и как раз вот фотографии с флагом Сочи на вершине, они вошли в итоге в медиапакет презентационный в Гватемале. И я думаю, что, может быть, и благодаря вот этому восхождению Сочи выиграл право на проведение Олимпиады в 2014 году. Вот, поэтому там время максимальное на вершине три с половиной часов, трое-то три с половиной часа. Вот, мысли, они всегда очень разные, да, и на Эвересте это немножко другие мысли. Вот, я думаю, что если бы я сейчас поднимался на вершину, например, там, в наше время, то самая большая сложность на вершине на самом деле, знаете что? А почему? Холодно. А, какие еще есть гипотезы? Очередь. Куда? День световой. Ну, в принципе, чем дольше ты там находишься, наверху там кузы. Неправильно. Нет. Самая большая проблема на вершине Эвереста, знаете, что это ин-ста-грамм. Потому что каждому человеку, который поднимается на Эверест, ему нужно сделать самую лучшую в мире фотографию с вершиной, и он тратит по несколько десятков минут времени, чтобы сделать самую лучшую фотографию. При этом себе отойдите, не мешайте, я же, подождите, я на вершине. Вы там постойте внизу, а вершина Эвереста, это же площадка, ну, может быть, 10 на 10, ну, то есть там, ну, человек 15 может разместиться. И вы представьте, что в год есть, может быть, только три отрезка времени, когда можно подняться на Эверест. Ну, то есть вообще на Эверест экспедиции ездят два раза в году. Это там сезон, скажем так, длинный, весенний, это апрель-май, и сезон короткий, это осень, сентябрь-плэл, первое, половина октября. В основном, конечно же, Эверест это все-таки классика, это январь, восьмидесят, это апрель-май. И вот там, не знаю, приезжает там полторы тысячи человек на Эверест. И у них вот за эти два месяца, пока они все там ходят, акклиматизируются, на самом деле есть только два или три погодных окна, длинных, да, по три дня хорошей погоды, в рамках которых можно подняться на вершину и спуститься безопасно. И вот все команды сидят внизу, ждут, когда же там в синоптике наконец-то дадут зеленый свет, что три дня хорошей погоды можно идти. И вот как только синоптики дают зеленый свет, все идут на вершину. Все, там, не знаю, 500 человек с Непала, там, 700 человек с Тибета. И вот эти очереди, да, это все потому, что ин 100 грамм. Раньше не было таких очередей, потому что меньше было, во-первых, коммерческих экспедиций. В среднем за последние, наверное, там 10-15 лет Непал и Тибет выделяют примерно одинаковое количество пермитов на восхождение. Это там 400-600 пермитов в год с каждой стороны. Ну, то есть там в районе тысячи альпинистов приезжает каждый год в Азовый лагерь Эвереста, да, чтобы совершить восхождение. Но при этом не забывайте, что в последнее время вот именно коммерческий альпинизм, он стал настолько развит, что теперь люди, по сути, не ходят на вершину без Шерпа, да. А это значит, что на тысячу альпинистов все нужно тысяча Шерпа. И вот очередь это в основном потому, что идут и альпинисты, и Шерпа, и, собственно, там погодное окно, оно там в году бывает несколько раз, да, и все как раз в один момент идут. И вот этот Инстаграм, который действительно, наверное, на его совести лежат, ну, не одна, наверное, человеческая жизнь, которые остались на Азове. Следующий вопрос. Да, пожалуйста, давайте. Ну, скажем так, вообще с восхождениями сейчас стало немножко посложнее с точки зрения перемещения по миру, да, последние там несколько лет с этим вообще проблема. Вот. Ну, так вообще для себя, конечно, вот там в этом году я там был в Прейкбрусе, поднимал Снэкбрус, да, в следующем году я планирую поехать на петле не надо, да, просто акклиматизироваться, чтобы подготовиться к восхождению на пик победы. Я хочу там закрыть гештальт и выполнять норматив снежного барса, у меня не хватает пика победы, поэтому следующий год, да, я планирую. Ну, то есть в этой части это не то, что у меня. То есть сейчас, конечно, поездок стало меньше, это обусловлено, там многими факторами есть работа, да, Петр, немножко, вот, есть дети немножко, есть другие обстоятельства немножко, да, которые тоже там ставят ограничения, но так или иначе горы, они все равно присутствуют в моей жизни, да, и даже вот сегодня там, находясь в магазине Red Fox, я вспоминаю, как и в 2005-м мы ездили с Валерой Шамалой и Кириллом Корабельниковым при поддержке Red Fox на саблю на Приполярный Урал, потом ездили на Петлинино, то есть в этом плане, я прямо здесь чувствую семейную атмосферу, вижу там родные лица, которые со мной уже там, не знаю, не один десяток наверное лет, спасибо за это. Да, еще вопросы, кто еще не задавал, да, давайте вот в САНС, да, да, о, супер, у нас наконец-то волшебная палочка, вот так. По блату, по блату, да. Работал? Вот, у меня на самом деле два вопроса, у меня вопрос вот, в связи с лекцией, какой самое яркое, расскажите, это был в Нажаму или еще есть какие-то яркие пятна в вашей архивистской, второй, а кем сейчас работаем? Я думаю, что, наверное, с точки зрения вот именно яркого восхождения, оно у меня еще впереди, сто процентов, да, поэтому я тут не могу выделить там, Жану, конечно, стоит особняком, Аберест стоит особняком, но они очень разные, да, я бы не сказал, что с точки зрения эмоциональной составляющей, они там как-то там выделяются ярким пятном, да, в моей архивистской карьере, а с точки зрения кем я работаю сейчас, сейчас я руковожу направлением по продвижению цифровых продуктов экосистемы Сбера, например, вот, а так вообще-то у меня еще есть работа, да, бизнес-коуч, еще я вот стал недавно писателем. Вообще, наверное, там вот Петр может подтвердить, в прошлом году я получил диплом мобильного разработчика. Вот, ну то есть в этом плане я всегда стараюсь учиться, я вообще считаю, что современный человек, он не может себе позволить не учиться. Это раньше когда-то можно было там, не знаю, пойти после школы в универ, а потом работать на одной работе, а там, не знаю, пенсия, хобби, старость, сейчас не так. Нет, сейчас, если раньше, как бы вот пик, скажем так, периода, когда там человек учился, это там, не знаю, с 18 до 25 лет, да, то сейчас он где-то подходит ближе к 35, и люди учатся там и после 40, и после 50, то есть в этом плане, не знаю, я вот посчитал, что, наверное, за свою карьеру профессиональную я приобрел где-то около 20 профессий, которыми я зарабатывал на жизнь, не просто там, да, в столе лежит бумажка какая-то о том, что я там что-то сертифицировался, да, именно зарабатывал на жизнь. Вот, и в этом плане я и сейчас продолжаю учиться, да, то есть я и сейчас там, сейчас это стало, с одной стороны, немножко полегче, потому что уже все перешло в онлайн, наверное, там, с точки зрения качества, это отдельный вопрос, но лучше получить MBA, например, онлайн, но никогда не получить его, например, там, не знаю, в Стэнфорде, да, так что в этой части, наверное, ответ вот о том, чем я сейчас занимаюсь, детей воспитываю там, в том числе, лекции читаю, с Петром иногда переругиваюсь по утрам на митингах, да, пожалуйста, вот сюда. Да, может быть, микрофон, я громко постараюсь, да, как просто. Вер в себя, добиваться, это, ну, очень нужно, здорово, важно. А что вы скажете про духовную составляющую, как ценность, то есть верите ли вы во что-то, то, что помогает и дает вам силу, то есть, то бишь, это Бог, либо там, может быть, вы, ну, верите в какие-то идолы, или у вас свои какие-то символы, подкрепляйте себя, там, молитвами, либо мантрами, еще чем-то, потому что для альпинистов, там, ну, и для таких людей, которые пытаются бороться с собой, да, с какими-то такими сверхпозможностями, как правило, это необходимо, то есть открыт найти может быть Бога внутри себя, либо все-таки как-то вот внешне. Ну, знаете, вопрос достаточно глубокий, да, чтобы так на него, не знаю, я не отрицаю наличие Бога, да, скажем так, я просто по образованию физик, да, и математик, поэтому я всегда стараюсь объяснить все явления с точки зрения там научного подхода, да, с техногенного, то есть даже когда там меня в горах ударило в голову молния и после этого выжил, я тоже это объясняю там с физической точки зрения, да, что там просто напряжение пробоя между вершиной и облаком, оно там чуть-чуть поменьше, чем между, допустим, облаком и поверхностью земли, поэтому да, там можно выжить после удара молнии, что это не там проведение, да, которое меня уберегло, а именно просто, ну, физика, ну, все же понятно, вот, можно посчитать и взвесить. Поэтому, наверное, я здесь больше стараюсь отталкиваться не от веры в кого-либо, да, а, наверное, от веры в себя, да, что действительно нет ничего невозможного, если ты, если ты не сделаешь первый шаг, то ты точно его никогда не сделаешь. Я точно знаю, что каждый день для каждого человека открывается море возможностей. И вот самое главное – это выбрать ту правильную дверь, да, и в нее войти. Я думаю, что кто-то из вас знает, из тех, кто читал книгу, что в альпинизм я тоже попал по ошибке. Нет, не знаете? Ну, мои родители вообще, они оба инструктора по спириологии, а спириология в моем понимании – это еще спорт поэкстремальнее, чем альпинизм. И, конечно, родители, они точно понимали, в какие виды спорта ребенку идти не надо. Поэтому я, конечно, там с рождения в спорте, но всегда это был спорт где-то под крышей. Бассейн, легкая атлетика, акробатика, фехтование, каратэ, баскетбол, волейбол, ну, в общем, все, но только, чтобы это было вот именно под крышей, да, в зале. И вот когда я поступал в ВУЗ, и мне пришлось где-то на полгода забросить все занятия спортом, потому что нужно было готовиться к вступительным экзаменам. После того, как я поступил уже и понял, что там через какое-то время там зачетка работает на тебя, а не ты на зачетку, то я, ну, как-то вот ощутил какую-то дыру, да, у себя в грудь, чего-то не хватает. Понял, что нужно возвращаться в спорт, начал смотреть, чем же теперь еще позаниматься. И так случилось, что в моем родном Екатеринбурге в тот момент проходил этап Кубка мира по спортивному скалолазанию. И это транслировали по нашему телевидению. Моя мама посмотрела и показалось, ей показалось, что это безопасно. Ну, это же в зале, там же мальчики в шортиках ходят, веревочки, девочки. Говорит, слушай, можете попробовать заняться скалолазанием? Я говорю, ну, может быть и стоит. Прихожу в секцию скалолазания, смотрю, там ребята лазают где-то под потолком, внизу тренер ходит такой суровый. Я подхожу, говорю, здравствуйте, а можно к вам записаться в скалолазание? Он говорит, можно, но только мы не скалолазаем, альпинисты. Я говорю, а в чем разница? Он говорит, ну, ты записывайся, там поймешь. И когда я пришел домой и сказала маме, что я не скалолазый альпинист, она, конечно, была в ужасе. Но, вы знаете, я думаю, что если бы я ошибся дверью и записался в шахматный кружок, я бы и там тоже стал чемпионом мира. Поэтому вот вера в себя, вера в то, что нужно не бояться сделать первый шаг, что нужно прислушиваться к своему пути. И если ты чувствуешь, что это твое, идти дальше через трудности к мастерству, это вот та основа, которая помогает успешному человеку достигать неординарных результатов. Спасибо за ваши вопросы. Петр, я ждал эту руку. Только не спрашивай меня, когда будет релиз очередной. Какая книга и какой человек больше всего произвели впечатление на себя? Это первый вопрос. А второй вопрос. Часто ли приходилось встречаться со стержанными людьми в брах? С какими людьми? С нежными. С нежными. Которые ельцы. Да, ну, что касается йети, то я не просто видел йети, я даже ел йети. Это шутка. Ты же знаешь, что йети, они в красной книге, их нельзя есть. Поэтому, да. Про йети ответ очевиден. А что касается книги, то, наверное, вот книга Владимира Шатаева, которая называется «Категория трудности», она оказала в свое время действительно на меня колоссальное воздействие, да. Потому что Валерий ее тоже писал, на самом деле, вроде бы про альпинизм. Ой, Владимир, вроде бы про альпинизм, но и не про альпинизм тоже. Там были истории из освоения вот и на первых гималайских экспедиций, история Мориса Уилсона, которая раскрывает тоже свои книги, да. То есть в этом плане, наверное, вот именно Володя Шатаев, он действительно оказал, наверное, на свои книгами большее влияние на меня. И я очень хотел, чтобы он написал отзыв, мы с ним созванивались, мы с ним дрожим просто, но у него уже возраст ему, конечно, тяжело с этим справляться, вот поэтому в этой части, да, отзывы подхватили другие люди, не менее известные, да, и неординарные, вот, поэтому он здесь, ну, с точки зрения ответа на вопрос, да, это, наверное, Владимир Шатаев. Да, пожалуйста, сейчас все-таки, наверное, вот я дойду до вас, да. Да, спасибо большое. Прошу вас, спасибо большое за представляющие рассказы, это действительно такого стоит. У меня вопрос, который на решение задавали, в том, что большие стяжения, большие успехи требуют больших усилий, как можно назвать, маржинальных, сверху сил, но и жертв. Расскажите, может быть, о том, какие жертвы пришлось приносить, где-то, ну, расскажите об этом, наверное, вы нам рассказали о том, что все так замечательно, хорошо, круто, а есть еще и темная сторона. Расскажите об этом, может, что вы можете драться в этой темной стороне. Спасибо. В моей книге есть глава, которая называется «Темная сторона альпинизма», глава номер 6, это для вас. Да, и, ну, конечно, там, не знаю, можно говорить, мне сейчас 44 года, первые дети родились только в прошлом году, да, но зато сразу двойнешки, может быть, как-то это тоже оправдывает, да. Я думаю, что, наверное, я могу мечтать о том, что я бы мог, наверное, больше попутешествовать вообще по городам и странам, да, чем я, допустим, попутешествовал, хотя мне говорят, слушай, ты с ума сошел, ты был там вообще везде, на всех континентах, но, опять же, я был на всех континентах, там и на всех странах, где есть горы, а где горы нету, там я не был, да, и поэтому вот как раз, может быть, вот этот упущенный момент, да, посмотреть мир, на то, как живут другие народы, другие люди, да, потому что в горах в целом правила игры единые, да, неважно, это шерпы, тибетцы, чилийцы, колумбийцы, которые живут в горах, это все равно люди, которыми ты точно находишь общий язык, потому что у вас с ними одинаковые ценности, да, вот. В городах все не совсем так, и, конечно, вот, опять же, ну, то, что упущено было позади, можно всегда навестать впереди, да, всему свое время в этой части, я считаю, что нет смысла там сокрушаться о том, что ты чего-то там не сделал в прошлом, да, потому что все это прошлое, и тратить свою энергию на прошлое нет никакого смысла, да, то есть нужно спорить сюда вперед, поэтому вопрос о том, о чем вы сожалеете, но точно ни о чем не сожалею. Были какие-то ошибки, были неправильные решения, но всегда, когда вы совершаете ошибки, вы выносите этот опыт и становитесь более, не знаю, более, наверное, содержательным человеком, да, с точки зрения того, как бы вы в следующий раз поступили в этой ситуации, да, поэтому каждая ошибка — это на самом деле тоже такой золотник, который помогает вам в том числе этом принимать в следующий раз правильное решение в рамках своего жизненного пути. Спасибо. Да, пожалуйста. Отлично. Приходилось ли вам отступать? Умеете ли вы это делать? И что вообще для вас отступление? Отказ. В альпинизме и естественности. Вы знаете, когда Райнфельду Месснеру задали такой же вопрос, он сказал, вы знаете, да, вы там все знаете, что я поднялся на все 14 восьмитысячниках, но вы не знаете, сколько раз я разворачивался, да, и вот на самом деле для меня поворот, говорил Месснер, это гораздо сильнее вершины, потому что это то, что дает вам возможность повторно вернуться и попробовать свои силы в рамках этого маршрута. Мы, альпинисты, говорим, что горы стояли и будут стоять, да, жизнь человеческая, она одна, и поэтому, конечно же, если вы занимаетесь альпинизмом долгое время, да, для меня это уже третий десяток, то вы точно разворачивались очень много раз, чтобы пройти вот этот долгий путь, потому что если вы не будете разворачиваться, то ваша карьера альпиниста оборвется гораздо раньше, да, поэтому с точки зрения, там, не знаю, поворота, наверное, для меня, как для гида, который работал там, в том числе и на Вересте, самое важное, это так называемое, не знаю, если говорить метафорами военных летчиков, это время че, да, это вот та точка невозврата, где, если ты не повернул обратно на аэродром, то тебе не хватит топлива, да, и вот в альпинизме точка, время че, это один из основополагающих факторов безопасности. На Вересте, например, время че, это 10 часов утра. Если ты в 10 часов утра не на вершине, ты разворачиваешься, идешь вниз, не важно, сколько тебе осталось до вершины, 100 метров, 50, ты разворачиваешься, идешь вниз, потому что время че. И вот время че в бизнесе, в бизнес-проектах, это тоже очень важно, вам, как руководителю проектов, нужно следить за тем, чтобы ресурсы у вашей команды, чтобы у вас был запас прочности, да, чтобы ваша команда не просто там добежала результата, а потом вся сгорела, эмоционально перегорела, и после этого разбежалась, и вы полгода их не видите, потому что они уехали на Бали там дауншифтингом заниматься, тоже не вариант, да, и вот в этом плане, конечно, у горного гида, например, основная задача – это дать понять клиенту, что вот именно в этом месте нужно развернуться. Клиент, он не всегда понимает, вообще, и сотрудники ваши, руководитель проектов, не всегда понимают, сколько можно потратить ресурсов, да, это ваша задача как руководителя, смотреть, сколько осталось ресурсов, а безопасно ли идти еще дальше, да, и любой альпинист, который там работает горным гидом, который имеет разряды спортивные по альпинизму, там, начиная там со второго разряда даже уже, да, вот школа советского альпинизма научила, что ты не можешь перейти на более высокий разряд, пока ты не поработал руководителем на маршруте более простой категории. И вот именно вот этот опыт, да, он и позволял в советском альпинизме сейчас, там, российском альпинизме избегать большого количества несчастных случаев, потому что люди понимали, как руководить командами, что может произойти, да, то есть в этой части вот методология, которая была выстроена в рамках вот той школы альпинизма старой, да, она действительно помогала сглаживать, скажем так, острые углы, и даже для команд, которые, может быть, были не готовы к тем или иным восхождениям, они, она позволяла достигать результаты и добиваться вершинами. Вот, поэтому с этой точки зрения, наверное, время чьи, это вот тот, та ключевая история в плане безопасности и в горах, и в бизнесе, об этом я тоже пишу в своей книге, как раз можно об этом более подробно почитать. Спасибо за ваш вопрос. Сергей, у нас время новой части. У нас как раз время чья наступает. Время чья, да. У нас еще предстоит автокоп-сессия. Ой, да, я забыл. От организаторов. Огромное спасибо, очень приятно, если у кого еще останутся вопросы, вы их зададите еще. А сейчас я, собственно, хочу поблагодарить. Спасибо. Мы узнали, что Сергей не только замечательный, выдающийся альпинист, а еще и прекрасный мотиварк. И здесь небольшая бомба заместленного действия, потому что мы сейчас все это послушаем, а потом придется читать книжку. Да, бумажную, обратите внимание, никаких инстаграммов. Поэтому сейчас там будет аккорд-сессия и все остальное. Мы выяснили, что Сергей продолжает ходить в горы очень активно и готовится не только на пик Ленина, а еще на пик Победы. В связи с этим, поскольку мы Red Fox и Сергей использовал Red Fox много лет, правильно? Небольшой подарок, который, так сказать, к восхождению на пик Победы абсолютно незаменимый в высотных восхождении. На самом деле, вот вы видите такого замечательного человека. Он с виду худенький, а на самом деле это глыба. Вот просто супер, замечательнейший спортсмен. Мы тоже так думали. Приготовили куртку. Она оказалась мала. Теперь, куртка есть. Мы ее ему не отдадим. Мы ее примерим сейчас. А потом, если подойдет размер, он потерял 14 килограмм, но потом набрал. С моржой, да? Конечно, с моржой. Поэтому мы ее сейчас примерим на себе, а потом мы ее брендируем хорошенько, чтобы была дополнительная машина. Это прямо идеальный вариант с точки зрения рукавов. Да, то есть это важно. Те, кто водит машину, понимают, да, что покупать куртку по рукаву, которая вот только здесь заканчивается. Вы садитесь за руль, но у вас вот здесь. Сейчас мы с чем-нибудь с машиной. Нам же нужно лезть, да, поэтому здесь, конечно, рукава это имеет значение. Спасибо большое. Подходит. Подходит 100%. Посмотри, забираем обратно. Так, брендируем и пришлем. Спасибо большое. Спасибо большое. У меня тогда Лаверды тоже есть подарок. Это как раз вот коллекционный экземпляр. Я уверен, что в вашей библиотеке он найдет своего читателя. Спасибо большое. Я с большим удовольствием. И подпишу вам его. Можно подпись забрендировать чуть позже. Да. Вы мне куртку, я вам подпись. Хорошо. На всякий случай. Спасибо большое. Как гарантия. Спасибо.